1 рубль 53 копейки за 1 километр дороги. В России заработала система взымания платы с больших грузов за проезд по федеральным трассам. Российские водители нововведения встретили неостороженно, но авторы закона уверяют, мера более чем справедливая. Ущерб, который фуры наносят федеральным дорогам, должны оплачивать их владельцы. Ноу-хау российские разработчики окрестили Платоном, сократив таким образом словосочетание «плати за тонны». Система оплаты работает на базе ГЛОНАСС и, по словам создателей, является одной из передовых в мире. Ирина Цепитова познакомилась с Платоном. Крепится оно к лобовому стеклу или на панель двумя способами. Так выглядит бортовое устройство системы Платон. С 15 ноября оно должно быть у каждого владельца большегруза свыше 12 тонн. С его помощью владельцы автотранспорта будут взимать плату за проезд по федеральным трассам страны. Если нет бортового устройства, водителю необходимо оформить дорожную карту. В маршрутной карте вы должны четко знать маршрут от точки А до точки Б. Плюс можно задавать промежуточные точки данного маршрута. По бортовому устройству можно ехать в любом направлении по федеральным дорогам, не задавая при этом маршрут. Бортовое устройство выдают бесплатно. Его можно получить только в офисах оператора системы взимания Платы Платон. Маршрутные карты могут быть оформлены на сайте и в офисах оператора, в центрах поддержки пользователей. В Ленинском округе участок федеральной дороги, хоть и небольшой, но есть от так называемой кольцевой до аэропорта. За проезд по нему владельцы транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, также будут платить. Например, в маршруте на Ленмар поселок Красная система отмечает проезд по участку федеральной дороги протяженностью 2 километра 988 метров. То есть проезд от города до Красного, а транзит через федеральную дорогу составит 4 рубля 57 копеек в одном направлении. Ранее предусматривалось, что стоимость проезда за 1 километр составит 3 рубля 73 копейки, но правительство страны пошло навстречу дальнобойщикам и расценки были снижены. Так, до 29 февраля 2016 года плата с грузоперевозчиков будет рассчитываться, исходя из фактического пробега автотранспорта по тарифу 1 рубль 53 копейки за 1 километр. С 1 марта следующего года до 31 декабря 2018 тариф будет повышен до 3 рублей 6 копеек. 3 рубля 73 копейки за 1 километр. Такой тариф станет действовать только с 1 января 2019 года. По словам главы Минтранса России Максима Соколова, сегодня в России действует самый низкий тариф среди аналогичных систем в Европе. К примеру, в Германии эта ставка доходит до 49 центов, что по сегодняшнему курсу составляет примерно 25 рублей за километр. Несмотря на сниженный тариф, многие производители товаров и представители торговли заговорили о том, что новый сбор существенно ускорит рост цен. Также начались разговоры о возможных перебоях с поставками. В правительстве не согласны с такой оценкой ситуации. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ на возникающее среди перевозчиков волнение заявил, что влияние сбора на цены на полках магазинов будет невелико – в пределах десятых доли процента. Трудно сказать, сколько новый дорожный сбор добавит к общей динамике роста цен, но вряд ли его влияние будет определяющим. Можно с уверенностью сказать, что это не приведет к дефициту продуктов питания и иных потребительских товаров. Большее влияние на динамику цен будут оказывать сезонные факторы. Продукты в России традиционно дорожают в осенний-зимний период. Во сколько обойдется проезд по федеральным трассам перевозчикам Ненецкого округа, которые обеспечивают регион продовольствием и необходимыми промышленными товарами, а главное, как это отразится на стоимости килограмма товара с большой земли, посчитали в Центре информационной поддержки пользователей системы Платон в Нарьинмаре. При расчетах специалисты центра взяли за основу фуру, которая везет в наш регион 20 тонн товара. Если машина едет из Сыктывкара, то участок федеральной трассы она пересечет только в Нарьинмаре. От светофора в Хариверской до кольца протяженностью 2 километра 988 метров, то есть все расходы составят 4 рубля 57 копеек за весь маршрут Сыктывкар-Нарьинмар. Специалисты отмечают, проезд по зимнику бесплатный, так как он не является федеральной дорогой. Стоимость надбавки за килограмм при проезде по этому маршруту близится к нулю. По маршруту Киров-Нарьинмар дальнобойщики проезжают 414 километров федеральной дороги. Сбор с них составит 602 рубля. При загрузке фуру в 20 тонн. Дополнительная нагрузка на килограмм – 3 копейки. Если товар перевозчик повезет из Санкт-Петербурга, то общая протяженность пути по федеральным дорогам составит 2120 километров. Сумма сбора – 3242 рубля. По полтора рубля на каждый перевезенный килограмм. Впрочем, сам факт платы за проезд по федеральным дорогам грузоперевозчиков Ненецкого округа не смущает, ведь в конечном итоге фактические затраты понесет заказчик товара, а рост цен в процентном соотношении будет незаметен. За пять дней действия системы к представителям Платона в Нарьинмаре обратилось более 10 владельцев большегрузов. Всего же в регионе более 200 владельцев тяжеловесной техники свыше 12 тонн. Собранные с помощью Платона деньги, а это до 50 миллиардов рублей в год, будут поступать в Федеральный дорожный фонд, что позволит до 2019 года привести все автомобильные развязки, мосты и федеральные трассы в нормативное состояние. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, Телеканал Север.